Господь и Бог наш, мы благодарны Тебе за то, что милость Твоя проявляется к нам каждый новый день. И в этом дне мы видели руку Твою, мирное небо над нашей головой. У нас все есть необходимое для нашей жизни и Слово Твое. Господь, мы благодарны Тебе за это время, которое Ты нам подарил, что мы можем быть в Доме Твоем, видеть лица друг друга, можем вместе славить имя Твое Святое. Просим Тебя, благослови всех братьев, которые будут говорить Слово Твое, благослови наши сердца, наш разум, чтобы мы могли сосредоточиться, чтобы мы могли вникать в Священное Писание, вместе славить имя Твое Святое. Господь, мы просим Тебя, благослови детский лагерь, который сейчас проходит, деток, вожатых, всех, кто проводит его. Господь, мы просим Тебя, благослови сохранять всякого рода зла. Нуждаемся, Господь, в твоем водительстве. Пребудь с нами. Аминь. Давайте споем песню «Возрождение 679». «Дорогие минуты нам Бог даровал». Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему, «Чудесная сила исцеления». И там лежало множество вот этих больных, этих немощных людей, какие они были слепые, хромые, иссохшие. Эти люди были пленниками страданий и отчаянно искали какое-то освобождение от своих недугов. И вот среди этой толпы шел Иисус Христос, сам Сын Божий, к определенному человеку, к человеку, которого он увидел в тот день, который уже был 38 лет, большую часть своей жизни больной, не имел хождения, не имел при себе здоровья. И он страдал в этой немощи. Мы только можем представить себе эту великую печаль, эту муку, эту просто великую безнадежность, которую мог ощущать этот человек, которая наполняла его каждый день, его сердце. И вот, тем не менее, Иисус в Своем бесконечном милосердии видел, что у Него было за Его внешностью. И Он знал глубокое стремление в Его душе. С голосом полного сострадания и полного понимания Иисус задал Ему вопрос. «Хочешь ли быть здоров?» Поставим себя на одно мгновение на место вот этого человека. Человека, который большую часть своей жизни не имел при себе здоровья, не имел хождения, не имел даже представления, как это быть здоровым. И Иисус не предполагал, что этот человек жаждет исцеления. Он дал ему возможность выразить свое стремление, проявить свою веру. И в ответ человек излил свою печаль. Он излил всю свою душу, признавая, что у Него нет никого, кто мог бы Ему помочь. Ему попасть в эти возмущенные воды источника. И вот затем, дорогая церковь, происходит замечательный момент. Свершается божественное соприкосновение благодати и силы. И вот Иисус немедля приказывает человеку «Встань, возьми постель свою и ходи». И вот в ту же секунду человек, который страдал от своей немощи уже почти 40 лет, переживает чудесное преображение. Его ослабленное тело получает новую силу, которую Христос ему предлагал. И вот Христос желает даровать и нам вот эту обильную жизнь, которую Он обещал. Жизнь смысла, радости и вечного значения. Извиняюсь, потерялся в собственных записях. Приостановимся на один момент вот здесь. И обдумаем вот эти глубокие истины, которые заключаются в этом отрывке. Во-первых, обратим внимание на природу наших недугов, наших личных недугов. Точно так же, как вот эти физические болезни, эти физические страдания ослабляют наши тела. Этот грех ослабляет наши души. Мы тоже нуждаемся в спасении, так же, как нуждался этот человек в милости от Христа в тот день. И этот Спаситель, которому мы нуждаемся, Он тот, который может освободить нас от рабства и греха и восстановить наши духовные целости и ценности. Чувствуем ли мы тяжесть рабства? Чувствуем ли мы, что мы обремененные своей виной или стыдом, духовной немощью? Осмелюсь заверить вам, что Иисус стоит готовым исцелить и восстановить каждого из нас. Во-вторых, обратим внимание на ответ человека, который этот человек дал Иисусу Христу. В его ответе мы видим проблеск веры. Признание того, что исцеление и освобождение выходят за его собственные способности. У него не было кого-то, кто ему помог бы в тот момент. Нет. Аналогическим образом мы должны признать нашу духовную немощь и полностью положиться на искупление дела Христа. Мы не можем спасти сами себя. И только через Иисуса, великого врача душ, мы находим истинное исцеление и восстановление. Наконец, давайте обратим внимание на немедленность повеления Иисуса. Заметим, что Иисус не сказал человеку подождать. Он не дал ему поразмышлять над чем-то. Он не сказал ему подожди, пройди через какой-то определенный ритуал. Нет. Он говорил с божественной властью и силою исцеления. И исцеление этого человека было мгновенным. И это говорит о мощи и действенности слова Христа. Его повеление было достаточным, чтобы преобразить жизнь этого человека за секунду. Так же, как оно достаточно преобразить и нашей жизни. Дорогие братья и сестры, история человека у бассейна Вефезда – это не только исторический факт. Это мощная параллель в жизни каждого из нас, нашего духовного состояния и трансформирующей силы Христа в нашей жизни. Как Иисус увидел за физической немощью этого человека и узнал о глубокой его нужде, он видит за нашей внешностью и знает о наших разбитых сердцах и судьбах. И вот как этот человек у бассейна, мы можем оказаться пленниками греха, покоренными просто нашими привычками, обремененными нашей суетой или виной перед этим миром, или парализованными страхом. Мы можем привыкнуть к своим недугам, как этот человек, который 40 лет может, он уже давно потерял надежду, что когда-то он успеет попасть в этот бассейн. Так же и мы можем потерять нашу надежду. Но мы должны помнить, что Иисус в своем несказанном милосердии протягивает нам руку, задавая каждому из нас этот же самый вопрос – хочешь ли быть здоров? И выбор этот стоит за нами. Как мы будем отвечать с верой, признавая свою нужду в Спасителе? Предадим ли мы нашей разбитой чаши, доверившись в эту исцеляющую силу Христа? Или останемся мы безразличными в своих удобных чувствах, где мы чувствуем, в своих удобных чувствах духовного бессилия? Дорогая Церковь, Иисус стоит готовым внушить жизнь в каждую мертвую душу и исцелить каждое раненое сердце, и освободит каждого от оков суеты и греха, которые сковывают каждого грешника. Как Он приказал человеку встать, Он также и приказывает нам встать над своими обстоятельствами, пройти путь свободы и победы, которые Он предлагает. И Он желает даровать нам обильную жизнь, жизнь, которую Он обещал, жизнь смысла, радости, и в конце, когда наше время придет, жизнь вечного значения. Однако не будем забывать, что исцеление и преображение, которое Иисус приносит, требуют также активного участия. Когда человек получил вот это повеление встать, он должен был ответить с послушанием, он не задавался вопросами, он не думал, что Христос ему поможет зайти в этот бассейн, Христос приказал ему встать, и он должен был послушаться, послушаться Слово, не замедлив, и он это сделал. Он должен был принять осознанное решение верить и действовать соответствующим словам Христа. И точно так же и нам нужно откликнуться на зов Христа и с верой, и с послушанием. Есть ли в наших жизнях области, где мы стали безразличными, где мы удовлетворены чем-то меньшим, чем лучшее, что нам дарует Бог? Есть ли грехи, к которым мы просто принадлежим, привычки, которые нам нужно преодолеть, или есть отношения, которые требуют восстановления? Сегодня день, чтобы послушать голос Христа и стать в правильное состояние духовного застоя и идти по пути праведности. Но также не забывая, что наше стремление к целости и к святости – это не путь в одиночку. Точно так же, как этот человек у бассейна нуждался в помощи других, чтобы достичь вот этих возбужденных вод, так же и мы нуждаемся в поддержке и воодушевлении собратьев веры, наших братьев и сестер церкви. Давайте будем вот этой общиной, которая протягивает руки помощи к тем, кто нуждается в этом, помощи несущей бремена других и идущих рядом друг с другом к стремлению в духовной целости. В заключение, дорогие мои братья и сестры, это послание о человеке у бассейна Вефезды, оно напоминает нам о трансформирующей силе Иисуса Христа. Она призывает каждого из нас идти, осознать наше духовное бессилие, ответить верой на его приглашение и на активное участие в процессе исцеления и восстановления в нашей жизни. Не будем оставаться застывшими у бассейна, но, встав, возьмем свои креста и пойдем за ним. Да благословит каждого из нас Господь в изобилии, когда мы будем ходить в полноте его исцеления и восстановления. Да благословит каждого из нас Бог. Аминь. Будем молиться. Любящий, милосердный Бог Отец, мы благодарим Тебя, что Ты когда-то даровал каждому грешнику в своей жизни избрать путь хождения с Тобой, путь духовного исцеления. Мы просим Тебя, Боже, будь путеводителем в наших жизнях, даруй каждому из нас мудрости, всегда избирать путь с Тобой, а не путь духовной слабости, духовной немощи, Боже. И мы благодарим Тебя, что Ты даровал каждому из нас этот дар обходить в близости с Тобой. Просим Тебя, помоги ни одному из нас, приняв этот дар, не сойти с пути Твоего, но всегда стремиться идти на этом пути исцеления и вечной жизни за Тобой. Твое имя пусть да будет прославлено во веки и веков. Аминь. Слава я, Вибрия одна, И спорить жизнь у них всегда, и в ней, не видев, как за нас, страдал спасительством не час. О, чудный свет, сияет в небе, О, враги жизни для людей, О, Слово Божье в мире, несет усталый в жизни свет. Слава я, Вибрия одна, И спорить жизнь у них всегда, Любви отца в крови Христа, Сварь я, Волгоговского Христа. О, чудный свет, сияет в небе, О, враги жизни для людей, О, Слово Божье в мире, Несет усталый в жизни свет. Святая Вибрия одна, Наси, что в свет подвечена, Христос, себя не пощади, Нас грешны с годом примери, О, чудный свет, сияет в небе, О, враги жизни для людей, Но Слово Божье в мире, Несет усталый в жизни свет. Кто в жизни Библию любит, О, враги страшен, брат мой мир, О, враги жизни для людей, О, враги жизни для людей, О, чудный свет, сияет в небе, Несет усталый в жизни свет. Выслушаем пиание сестры. Слово Библия Слово Библия Но она заблудила о страшной глуши В неведомых ей горах. У пастырских нежных ровно ли Одной путь спасенья и не найти? Девяносто девять обед Тут все искать, ну, стой, тону. Но сказал добрый пастырь, Жаль ее мне, ой, 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 Ее верну. У тюшки мне нужно путь пройти, Хочу я речку свою найти. Из других овец никто не видал, Как пастырь ночью бродил. За заблудшей он шел, по выступам скал, По мраке борьбам ходил. И страшную бездну он прошел, Но вечную заблудшую там нашел. О, зачем, Господь, Будь, без твой злых крови и руки, Как ты пронзил. Среди терни колючих я из любви Заблудшей путь проложил. Все раны страданья и кровь моя, Все это заблудшая за тебя. Приветствую вас, братья и сестры. Поистине, как мы счастливы с вами, Что мы дети Божьи. И вот в воскресенье предстоит нам служение, В котором мы будем снова вспоминать Страдания нашего Господа Иисуса Христа. Будем вспоминать те события, Которые тогда произошли на Голгофе. Будем вспоминать о том, Какая великая цена уплачена за то, Чтобы мы с вами были счастливы. Чтобы мы и в этой жизни жили счастливо, И чтобы имели надежду на будущее, На жизнь вечную со Христом Иисусом Там на небесах. И действительно, это великая радость и Великое счастье иметь такую надежду. И эту надежду в нас вселяет Сам Иисус Христос Духом Своим Святым, Через познание Его воли, Его Слово. И Он вселяет в нас вот эту надежду, Дает нам надеяться на то, Что это произойдет, Потому что это сказал Христос. Мы поем в одной песне, Что Он сказал, то совершит. Он не может что-то сказать и не сделать. Такого Бог никогда не делал и не сделает. И Господь хочет, чтобы и мы были такими, Как апостол Павел пишет, Чтобы наши слова были только в Нем. Да и в Нем. Аминь. И Он хочет, чтобы наша жизнь, Мы уже слышали об этом немножко сейчас, Чтобы наша жизнь свидетельствовала о том, Что мы дети Божьи. Чтобы каждый видящий нас Видел в нас Иисуса Христа. Чтобы мы могли так же, Как Христос когда-то сказал Филиппу, Филипп, столько времени я с вами, И ты не знаешь Отца. Видевший меня, видел Отца. Христос сказал, что Я в Отце, И Отец во Мне. Точно так же и мы с вами должны Поступать так, чтобы в нас виден был Иисус Христос. Чтобы вся наша жизнь об этом свидетельствовала. Я бы хотел немножко порассуждать Вот над словом, которое записано В послании Колоссянам. Первая глава. Когда мы ее начинаем, читаем сначала, То здесь апостол Павел пишет Своё переживание, свою радость о том, Что когда пришел Епофраз, Который прежде был там и благовествовал им, И рассказал о том, как живут колоссяне, Как они приняли Слово Божье с радостью, Как они уверовали, Как они надеются, Имеют эту надежду, о которой я говорил, Как они познали Слово Божье. И он очень рад был тому, Слышать вот то, как живут колоссяне. И он говорит, Вот когда мы это услышали, Мы не перестаем молиться о вас. И вот в 9 стихе написаны эти слова. Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, Не перестаем молиться о вас, И просить, чтобы вы исполнялись По знаниям воли Его во всякой премудрости И разумении духовном. Казалось бы, очень хорошее свидетельство о них. Он очень рад тому, Как они живут, как поступают. Но вместе с тем он говорит, Мы молимся постоянно о том, Чтобы вы исполнялись По знаниям воли Божьей. Оказывается, этого недостаточно Поверить, услышать, поверить и все. Нет. Нужно постоянно исполняться Познанием воли. Чтобы, как в другом месте написано, Познавайте, что есть воля Божья. То есть, чтобы наша жизнь была Духовно успешной. Чтобы наша жизнь была угодной нашему Господу. И чтобы наша жизнь была ярким свидетельством того, Что мы дети Божьи, Нужно постоянно познавать волю Божью. И делать в своей жизни только то, Что Ему угодно, что Он хочет от нас, Чтобы мы делали. Как в другом месте написано, Словом или делом, что бы мы ни делали, Мы все должны делать во славу Господа. И дальше в десятом стихе сказано так, Чтобы поступали достойно Бога, Во всем уваждая Ему, Принося плод во всяком деле благом, И возрастая в познании. Опять же, в познании Бога. В познании это не только, Не просто вот узнать что-то о Боге и все. Нет, в познании это иметь тесное общение с Богом, Иметь постоянный контакт с Богом, Соединиться, стать бы как одно целое с Богом. А это возможно только тогда, Когда в нашем сердце будет жить Иисус Христос. И когда Словом Божье постоянно будет пребывать в нашем сердце, И мы будем пребывать в этом слове, А мы много об этом читаем, Чтобы нам пребывать в учении, Заниматься этим постоянно. Об этом говорил и Христос Сам. Об этом говорил еще Бог в Ветхом Завете, Помните Иисусу Новину. Это необходимо делать, Чтобы наша жизнь была успешной. Там сказано, ты будешь успешен во всех путях, И будешь поступать благоразумно. Если постоянно будешь пребывать в слове, Если будешь постоянно стремиться к тому, Чтобы через Слово Божье познавать нашего Господа, Чтобы иметь это общение с Господом, С нашим посредством Слова Его. Это очень важно и необходимо в нашей жизни. Если мы живые дети, Если мы Его наследие, Мы должны к этому постоянно стремиться. Это должно быть нашей неотъемлемой частью. И если у нас иногда пропадает это желание иметь это общение, Не хватает, бывает, времени для чтения Слова Божьего, Надо что-то пересмотреть в нашей жизни. Значит, что-то не так. Не должно такого быть. Мы можем что-то другое отложить на потом, Но общение со Словом Божьим, Общение через Слово с Господом нашим, Это должно быть неотъемлемой частью нашей жизни. И это должно быть всегда на первом месте. Мы должны постоянно к этому стремиться, В этом пребывать и в этом жить. Только так мы сможем достичь жизни, Вечность. Только так наша жизнь будет успешной, Когда мы будем постоянно пребывать в общении с Господом через Его Слово. И дальше такие слова. Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, Во всяком терпении в великодушии и с радостью, Благодаря Бога и Отца, Призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, Избавившего нас от власти тьмы И введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, В Котором, то есть в Иисусе Христе, Мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, Который есть образ Бога невидимого, Рожденного прежде всякой твари. Благодаря всегда Бога за то, Что Он избавил нас от вечной тьмы И ввел нас в вечное Царство Сына Своего Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, Конечно, как же нам не быть благодарными нашему Господу За то, что мы имеем Его нашим Спасителем, За то, что мы можем общаться с Ним, Мы можем приходить к Нему со всякой просьбой, Со всякой нуждой. И Он всегда готов нас слышать, Он всегда готов нам ответить. Если мы не получаем на тот или иной вопрос Или на ту или иную молитву Какой-то ответ быстрый, То это не значит, что Господь не слышал. Это не значит, что Он не хочет ответить. Это значит, что, может быть, еще не время, Чтобы Господь нам ответил. Или, может быть, есть в нашей жизни, В нашем сердце что-то такое, От чего нужно избавиться, Прежде чем получить то, что мы просим. Или, может быть, то, что мы просим, Не соответствует Его воле. Он не хочет, чтобы мы это имели, Поэтому не дает. И вот, когда мы будем вникать в Слово Божие, Познавать Его волю Божью, То мы будем учиться, И мы научимся понимать, Стоит ли об этом просить нашего Господа, Или нет. Нужно ли это? Угодно ли это Ему? И тогда мы будем получать те ответы, Которые нам необходимы. Потому что мы будем знать, Что Господь в этом Его воля. И Он хочет, чтобы мы это получили. И Он нам даст. И Он нам поможет. Поэтому пусть Господь поможет нам, Чтобы мы все время доверяли Господу. Чтобы мы постоянно проверяли Свою жизнь с Его Словом. Чтобы мы жили так, Чтобы Он радовался нашей жизни. Чтобы мы имели общение с Ним постоянно. И научались через Его Слово. Доверяться Ему постоянно. Потому что Господь говорит в Своем Слове, Помните, в пророке Еремии это сказано, Что только Он знает намерение, Которое Он имеет о нас. И намерение это не во благо для нас, Но не на зло. Чтобы дать нам будущность и надежду. Только Он знает это намерение о нас. И Он всегда готов нам помочь. Он всегда готов нас благословлять. Нужно только жить правильно. Нужно только поступать так, Как Он хочет, чтобы мы поступали. Здесь же в этом месте есть написаны такие слова. «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, И не отпадаете от надежды благовествования, Которое вы слышали, Которое возвещено всей твари поднебесной, Которого я, Павел, сделался служителем. Если только пребываете тверды и непоколебимы». Опять «Если». Если мы будем стоять твердо, Если мы будем вникать в Слово Божие, Познавать Его волю, Если мы будем держаться исповедания и упования неуклонно, Тогда и Господь всегда будет нас поддерживать, Всегда будет нам помогать и давать нам в жизни все необходимое. Вот как та веточка, которая находится на лозе, Которая приносит плод, Она всегда находится на лозе. И та жизнь, которая в этой лозе, Она находится и в этой веточке, И эта веточка приносит плод. Как только что-то происходит с этой веточкой, Она перестает переносить плод, То написано, что Отец мой виноградарь, Он очищает эти веточки, Чтобы они больше приносили плода. Поэтому Господь наш пастырь, добрый пастырь, и Господь хочет, чтобы мы были послушными Его овцами, чтобы мы всегда были послушны Его голосу, чтобы мы всегда держались крепко за Него и шли только за Ним. А Он никогда не подведет, Он никогда не оставит, Он всегда поддержит, всегда поможет. Поэтому Он и послал в мир Своего Сына, чтобы Он пострадал и Своей кровью омыл, нас очистил, как здесь сказано, соделал святыми нас, неповинными, непорочными пред Собою. И Он нас хранит и ведет нас к жизни вечной. Поэтому, вспоминая страдания нашего Господа, будем благодарить Его за то, что Он соделал это. Будем благодарить Его всегда, не только тогда, когда мы видим перед собой эти знаки, но всегда, постоянно будем благодарить Его за то, что мы ничем не лучше тех людей, которые вокруг нас, которые гибнут и идут в погибель. Но Господь и их хочет спасти. И Он хочет, чтобы мы были для них во всем светом и примером. И поэтому будем благодарить нашего Господа за то, что мы имеем Господа нашего, нашим пастырем, нашим вождем, который ведет нас в жизнь вечную. Пусть Господь прославится в нашей жизни, в нашем вхождении перед Ним, а Ему за все да будет вечная слава и хвала. Аминь. Выслушаем пение «Разлилась благодать». Разлилась благодать в этом мире божественным светом, Иископитель сияет звездою в седых небесах. Ты пришел, слово стало, для нас воплощенным обетом. Ты пришел нас спасти и наполнить любовью сердца. Иисус, Твоё имя на крыльях мчит радостный ветер, Иисус, в ракотании грозы и в дожде с облаков. Иисус, Твоё имя на крыльях мчит радостный ветер, Иисус, Твоё имя на крыльях, Иисус, Твоё имя на крыльях мчит радостный ветер, Сияет Спаситель величьем через эхо веков. Там, где копала кровь, там земля почернела от горя. И росою соленою стала Христова слеза. Переполнено сердце чужими грехами и море. Стало мертвым Отец, отвернулся, закрывши глаза. Эту боль не испить, не измерить, измерить словами. Эту боль не унять раны вечны, кровь льется рекой. Если сердце свое ты наполняешь грехами, ты гвозди вбиваешь в Иисуса жестокой рукой. Если сердце свое ты наполняешь грехами, ты гвозди вбиваешь в Иисуса жестокой рукой. Где же сердце твое? Где душа в бесконечное завтра? Божий Сын путь открыл, искупив Тебя кровью своей. Не уйди же сейчас, навсегда в темный ад безвозвратно. Дай душе своей жить, дай навеки покаяться. Иисус, Твоё имя на крыльях, мчит радостный ветер. Иисус, в рогатании грозы и в дожде с облаков. В весенней капели и в солнечном свете Сияет Спаситель величием через эхо веков. Весенней капели и в солнечном свете Сияет Спаситель величием через эхо веков. Солом 134 Солом 134 Аллилуйя! Хвалите имя Господня! Хвалите рабы Господня! Стоящийся в доме Господня! Во дворах Дома Бога нашего! Хвалите Господа, ибо Господь прав! Будьте имени Его, ибо это сладостно, ибо Господь избрал Себя и Якова, Израиля собственно из Своих. Я познал, что велик Господь, и Господь нас превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молния при дожде, изгочет ветер и хранились в Суих. Поразил народы ноги, истребил сарей сильных, Сигона, саря Амрийского, Иога, саря Васанского, и все сарства Хананские. И Он дал с земли их наследие, наследие Израиля народу своему. Идолы язычников, серебро и золото, тело рук человеческих. Есть синих уста, но не говорят, есть синих коза, но не видят, есть синих усы, но не слышат и не в дыхании устах их. Подобный им будет делающий их, и всякий, кто надеется на их. Дом Израиля, благословите Господа, дом Аарона, благословите Господа, дом Левин, благословите Господа, стоящийся Господа, благословите Господа, Господь от Сеона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя. Аминь. Выслушаем пение. Душу мою к тебе возношу. Аминь. 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 Душу мою к тебе возношу. Аминь. 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 П nombreю майну. Вся Already. Аминь. Аминь. И днем охраняют меня Очи мои устремлены К великому Богу любви Боже, как долго ходил я во тьме Очи, будь рядом со мною Боже, прошу, приблизься ко мне В святости с нежной любовью Пусть Твоя истина и правота Ночью и днем охраняют меня Очи мои устремлены К великому Богу любви Пусть Твоя истина и правота Ночью и днем охраняют меня Очи мои устремлены К великому Богу любви Слава Богу Еще выслушаем пение Тебе пою, мой спаситель К великому Богу любви Слава Богу любви К великому Богу любви Слава Богу любви Слава Богу любви Слава Богу любви К великому Богу любви Слава Богу любви Мой мир и радость лишь тебе Прости, что на своем пути Склоняюсь, мала я в мольбе Когда меня возносит жизни волна Храни от гордого забвения Что в радостный день встречи с тобой Я ожидал с благоголеньем Одна надежда — это ты Мой мир и радость лишь тебе Прости, что на своем пути Склоняюсь, мала я в мольбе То радость сердца жизнь победой полна То слабость близкая к падению Во всем этом ты учишь меня Склоняться чаще на колени Одна надежда — это ты Мой мир и радость лишь тебе Прости, что на своем пути Склоняюсь, мала я в мольбе Одна надежда — это ты Мой мир и радость лишь тебе Прости, что на своем пути Склоняюсь, мала я в мольбе Мир вам, дорогая церковь Я предлагаю к нашему сегодняшнему размышлению Открыть Матфея, пятую главу И мы с вами прочитаем с 43 по 48 стих Это Нагорная проповедь Иисуса Христа И мы как раз с вами поразмышляем О некоторых словах, которые Иисус Христос сказал Даже можно сказать о заповеди Которую Иисус Христос хочет, чтобы Эта заповедь была видна и в нашей с вами жизни Когда мы будем касаться этой заповеди, размышлять То я думаю, что это немного нам с вами Также поможет подготовить себя И проверить себя к той заповеди Которую мы с вами будем вспоминать В это воскресенье Хлебопреломление и смерть нашего Господа Иисуса Христа Итак, у кого есть Библия Я предлагаю нам с вами открыть Матфея, пятая глава И мы будем читать с 43 по 48 стих Вы слышали, что сказано Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего А я говорю вам Любите врагов ваших Благословляйте проклинающих вас Благотворите ненавидящим вас И молитесь за обижающих вас И гонящих вас Да будете сынами Отца вашего Небесного Ибо Он повелевает солнцу своему восходить Над злыми и добрыми И посылает дождь на праведных и неправедных Ибо если вы будете любить любящих вас Какая вам награда Не то ли делают и мытари Если вы приветствуете только братьев ваших Что особенного делаете Не так ли поступают и язычники Итак Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный Мы сегодня более сконцентируем наше с вами внимание На 43 и на 44 стихе Итак, первое Иисус говорит Вы слышали, что сказано Люби ближнего твоего и ненавидь врага Где мы встречаем с вами в Библии Где и Христос говорит Люби ближнего твоего В Левитом 19 главе 18 стихом написано следующее Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего Но люби ближнего твоего Как самого себя Я Господь То есть мы с вами видим, что Христос говорит Даже в Ветхом Завете Христос говорил Что любите ближних ваших Но кто является нашим с вами ближним? Или как мы с вами понимаем Кто действительно является нашим с вами ближним? Возможно, мы считаем, что ближними для нас являются Это люди, которые в церкви Или, возможно, это только члены нашей церкви Или, возможно, мы считаем ближними Это только тех людей, которые нам родственники Или, возможно, это только наша семья Наши дети или наши родители Относительно недавно я услышал Такой пример, что Одного еврея, который Изучает Тору Который Читает слово На этот вопрос Кто является твоим ближним? Он ответил следующие слова Но я думал, что он ответит немного по-другому Я думал, что он скажет, что Моим ближним являются все мои братья Являются весь израильский народ Весь израильский народ, который избранный Богом Но этот человек сказал, что Или он сказал, что он понимает это слово в Библии Что ближний – это тот, кто твоего уровня Твоего уровня знания Богатства, статуса, положения Славы А как Христос сказал, кто является нашим ближним? Я думаю, что вы все знаете притчу о самарянине Я не буду повторять эту притчу Я думаю, что все ее прекрасно знают Но я хочу просто сделать вывод Который нам явно скажет и покажет Кто является нашим с вами ближним Мы с вами можем увидеть, что Из этой притчи, что ближний – это тот, кто увидел нужду Это тот, кто не прошел мимо И это тот, кто помог Вторая часть 1-43 стиха – это ненавидь врага Где мы в Ветхом Завете с вами можем встретить эти слова? Я думаю, что, возможно, самое первое, что пришло нам на ум Это зуб за зуб, глаз за глаз Это закон справедливости, который мы видим Который был дан израильскому народу Возможно, мы косвенно в Псалтере, в 40-й главе, 11-м стихом Мол, если написано «Ближнего возлюби», то, соответственно, ты должен возненавидеть врага Он говорит, что это неправильно Готовясь к этому размышлению Я наткнулся на один комментарий Одного человека спросили «А где в Библии написано «Ненавидь врага»?» На что этот человек ответил «А где написано, что это написано?» Мы с вами можем Если мы с вами читали несколько раз Библию То мы с вами твердо можем сказать, что заповеди «Ненавидеть врагов» нет в Ветхом Завете Что касается гневных строк Писания, это про врагов Бога Которые поносят Его, но не про личных врагов Но я хотел бы не столько акцентировать наше с вами внимание на ненависти к врагам Как на следующей фразе, которую Иисус Христос говорит в начале 44-го стиха Это фраза, которая перекрывает все Это фраза, которая выводит на новый уровень любви Любви к ближнему Это любовь к врагам А я говорю вам Любите врагов ваших Как мы с вами понимаем и видим, кто такие враги Под врагом понимается всякий человек, который делает нам зло В результате падения Адама и Евы в мир вошел грех Нормальные отношения между людьми, они нарушились И вместо любви стал царить эгоизм Бог желает преодоления этого искаженного состояния мира И в заповеди «Любите врагов ваших» Как раз и выражен основополагающий закон духовно-нравственного бытия мира Потому что только добром может быть побеждено зло и исправлен мир Потому что ненависть даже к человеку, делающему зло, она умножает зло И Христос говорит «Любите врагов ваших» Любить Любить — это что-то проявлять Как мы с вами можем любить? Это проявлять добро И мы с вами читаем в Писании, что написано «Побеждать зло как?» Как побеждать зло? Побеждать зло добром Слово «Любовь» Возможно, мы очень часто произносим это «Любовь» Возможно, мы это слово говорим нашим близким, нашим родным Возможно, мы это слово говорим многим людям Возможно, мы даже говорим, что мы любим всех людей на земле И даже по отношению к нашим врагам Но действительно ли это так? Действительно ли мы проявляем любовь? Мы так часто забываем, что такое любовь Нам очень часто легко об этом говорить Просто произносить эти шесть букв Что часто мы забываем, что это слово Оно требует действий Оно требует проявления Конечно, вы можете сказать А что насчет чувств? Чувств человека, которые не всегда совпадают с нашими словами Но чувство — это не есть любовь Чувство — это только часть любви, которая усиливает любовь Я не устану повторять и говорить, что же такое любовь Потому что очень часто мы забываем, что такое действительно любовь Потому что мир, он очень часто искажает это слово И хочет изменить наше мышление И чтобы мы понимали слово «любовь» в совсем другом контексте В другом понимании Любовь — это когда мы даем человеку то, в чем он больше всего нуждается И тогда, когда он меньше всего этого заслуживает Тот же самый пример доброго самарянина Мы с вами можем увидеть, что этот человек Он дал тому человеку то, в чем он больше всего нуждался И тогда, когда этот человек меньше всего заслуживал это А как мы относимся к людям, которые, возможно, нам не симпатизируют Которые нам не нравятся Или даже, возможно, мы считаем или думаем о них, как о врагах Мы проявляем к ним любовь? Мы делаем им добро Или как раз все наоборот Здесь я бы хотел акцентировать наше внимание на 44 стих На вторую часть 44 стиха Что как человек в оппозицию любви и добру проявляет зло к врагам Здесь Христос приводит три примера Три примера зла и три добра Которые человек выражает и делает своему врагу Если человек проявляет любовь Значит, человек может и проявлять зло Или выражать его И первое И одно из них — это Как человек может выражать зло? Это проклинать 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 своих врагов Проклятие Я хочу привести пример Валаама Которого Валак попросил проклять Израиль Он попросил, чтобы тот своими устами Сказал проклятие на израильский народ Чтобы этот народ он исчез Чтобы этот народ он ему не мешал Но мы все с вами прекрасно знаем, что мешался Бог И этого не произошло То есть мы с вами видим, что Проклятие — это пожелание зла в адрес кого-то Другого человека Выражаясь сейчас, мы можем сказать, что это ругательство Это когда люди злословят постоянно Ругаются, говорят ненормативную лексику И в этом всем люди показывают, что желают зло другому Следующее — это ненависть Или ненавидят люди Это когда люди испытывают сильнейшие отрицательные чувства По отношению к другому человеку Не обязательно ко врагу, но ко врагу включительно Ненависть — это противоположное по значению слово «к любви» Мир говорит, что нам надо ненавидеть наших врагов А Христос говорит «любите» Еще одно — это обижают Люди обижают или проявляют несправедливость в отношении других людей Они задевают, они оскорбляют, они унижают Это то, что нам Христос открывает и показывает в этом 44 стихе Но помимо этого, Иисус Христос также показывает и три вида добра Как мы с вами можем побеждать зло Или любить наших врагов Как мы можем с вами проявлять эту любовь Эту любовь, которую Христос хочет видеть в нас с вами И одно из них — это Христос говорит «Благословляйте, благословляйте проклинающих вас Римлянам 12, 14, написано следующее Благословляйте гонителей ваших Благословляйте, а не проклинайте Я думаю, что Христос Я думаю, что здесь говорится не только Благословляйте наших близких, наших родных Благословляйте только тех, кто нам помогает Или тот, кто нас благословляет А Писание говорит Благословляйте гонителей Благословляйте, а не проклинайте 1 Коринфянам 4, 6 стих «И трудимся, работая своими руками» Это апостол Павел говорит о себе и о своих сотрудниках И он говорит следующее «Злословят нас» Как вы думаете? Павел пишет, что его и его сотрудников злословят Наверное, Павел тоже Если злословят нас, то Павел, наверное, тоже злословил в отместку, да? Или говорил плохие слова, или делал зло Но мы с вами такого не читаем Мы с вами видим, что Павел говорит «Нас злословят, а мы благословляем» Гонят нас, мы терпим Интересно, почему апостол Павел так поступал или так делал? Я думаю, потому что на это есть одна причина Потому что так поступал Христос Еще один момент — это благотворить Благотворить ненавидящим вас Благотворить или делать добро Делать добро тем людям, которые, возможно, не делают вам добро Римлянам 12.20 Итак, если враг твой голоден, накорми его Если жаждет, напой его Ибо делая сие, ты соберешь им на голову горящие уголи И последнее — это молиться Молиться за обижающих Христос говорит молиться за них Я думаю, что многие за своем опыте За свою жизнь встречались и знают, как это нелегко Как это нелегко молиться за тех, кто тебя обижает Как нелегко молиться за тех, кто тебя проклинает Кто тебя ненавидит Кто не желает тебе добра А Христос говорит молиться за них Деяние, 7 глава, 60 стих Пример Стефана, которого побивают камнями И в последние секунды своей жизни Преклонив колени, воскликнув громким голосом, он сказал Господи, не умени им греха сего И сказал, сие почив Мы с вами видим пример Стефана Который со стороны мира Можно было смело сказать, что Те люди, которые бросали в него камни Они являлись его врагами Но я не думаю, что так считал Стефан И мы видим, что он молился Он молился за тех, кто его обижал Но я думаю, что Самым ярким и самым значительным примером Конечно же, есть Иисус Христос Иисус Христос, Он не только дал Эту великую заповедь Но и показал ее жизненную силу В Гефсиманском саду Его оставили друзья Его ученики В Гефсиманском саду его арестовали Его отвели к первосвященнику Там его несправедливо обвинили Там тоже над ним издевались После его отвели к Пилату Пилат вывел его перед народом И народ, который еще неделю назад Говорил, что это царь Восклицали, что это царь иудейский Они начали кричать Смерть ему После Пилат отдал его Римским воинам И целый полк Избивал его Плевал в него Плевал в него Издевался над ним Возложили терновый венок И били палками Я это все говорю Потому что мы очень часто Привыкаем к этому И очень часто не до конца Понимаем, что Насколько было трудно Иисусу Христу В эти моменты Это не было просто Какое-то Это не было просто Что его избивали Это было Невыносимо больно Это было невыносимо Один человек Которого Приговорили к смерти Которого избивали Плетью Описывая эти мучения Он сказал такую фразу Что эта боль Она настолько невыносима Что ее можно только Сопоставить с тем Что это как кипяток Который лью тебе На открытую рану После Иисуса Христа Повели на Голгофу Где люди продолжали Кричать и издеваться над ним А на Голгофе Его распили И после всего этого После всей этой картины Иисус Христос В Луки 23 главе 34 стих Иисус говорит Отче Прости им Ибо не знают Что делают Христос благословлял Христос делал добро И молился Как мы можем еще Любить наших С вами врагов Это смотреть на Христа Смотреть на Христа Как он прощал Как он любил И понимать Что Если в нашей жизни Мы встречаем Таких людей Которые Возможно Мы как-то считаем Их врагами То Смотря на Христа Мы можем с вами Понимать Что Нам с вами прощено Намного больше Он возлюбил Подходя И поднося ему Уксус И говоря Если ты царь Иудейский Спаси себя Самого И была над ним Надпись Написанная Словами Греческими Римскими И еврейскими Сей царь Иудейский И один из повешенных Злодеев Злословил его И говорил Если ты Христос Спаси себя И нас Другой же Напротив Унимал его И говорил Или ты Не боишься Бога Когда и сам Осужден на то же И мы осуждены Справедливо Потому что достойное По делам нашим Приняли А он ничего Худого не сделал И сказал Иисусу Помяни меня Господи Когда придешь В царствие твое И сказал ему Иисус Истинно говорю тебе Ныне живешь Со мною в раю Если посмотреть Со стороны Бога То Мы все являлись Врагами Богу Когда не были В мире с ним Написано Римлянам 3.10 Нет неправедного Нет неправедного Ни одного Нет разумевающего Никто не ищет Бога Все Совратились с пути До одного негодный Римлянам 8.7.8 Потому что Плотские помышления Суть вражда Против Бога Мы были врагами Богу А он поступил Вот так А как мы поступаем По отношению К нашим врагам Аминь Помолимся Наш Господь И наш Бог Я также Благодарю тебя Я благодарю тебя Что ты здесь с нами Я благодарю тебя За твою Голговскую жертву За твои страдания Мой Господь Я благодарен тебе Я также Мой Бог Прошу тебя Мой Бог За Каждого Кто здесь присутствует Благослови Нашу церковь Мой Бог Помоги нам Исполнять Исполнять то Что ты Ждешь от нас Чтобы мы Исполняли Мой Господь Эту заповедь Любить наших врагов Наш Бог Аминь Что за друга мы имели Нас он в жизни пробудил В нем мы счастье Владеем В нем источник Вечных сил Вечных сил Все Аминь ПЕСНЯ 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 На словах всё легко. В жизни это тяжело, когда мы испытываем тяготы, может быть, недопонимание, может, даже ненависть какую-то, и в то же время проявлять любовь. Но нам надо иметь открытый взгляд, понимать, куда мы идём, для чего мы живём, чтобы не суетиться и чтобы не забыть, для чего мы живём, и дорожить этим. Я сделаю объявление. У нас на этой неделе завтра, в четверг, будет братский совет в 7 часов вечера. В субботу будет у нас бракосочетание в 12 часов дня. В воскресенье у нас будет вечеря Господня в 10 часов утра и служение в 5 часов вечера. Если у кого получится, вот эти дни ещё перед вечерей, можно будет провести с постом, с молитвой. Поэтому будем пользоваться случаем. И обращаться к нашему Господу. Если есть приветы для нашей церкви, мы просим передать. С Калифорнией, с Сакраменто. Ага, с Биробиджана передают привет. За переданные приветы мы сердечно благодарим и просим от нашей церкви передавать привет. Просим, помолимся. Господь Бог наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты напоминал нам из Священного Писания, что мы должны любить и ближних наших, и врагов даже, не на словах, но на деле. Мы просим Тебя, Господь, помоги нам с каждым днём очищать себя лучше, чище, чтобы встречать Тебя, ждать этой встречи с Тобой. Ты видишь, сколько много искушений, сколько много соблазнов этот мир предлагает и для взрослых, и для молодёжи, и для детей. Ты видишь, сколько много того, что отвлекает наши взоры, и нету часто у детей Твоих желания быть здесь, в Доме Твоём. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, работай в сердцах наших родных и близких, друзей наших, чтобы никто не погиб, но чтобы мы могли идти в вечность к Небесному Иерусалиму вместе с нашими родными и близкими, семьями нашими. Просим Тебя, Господь, работай с нашими сердцами, освящай их, показывай, чтобы никакой Зайкорень не мог причинить вреда и в нашей Церкви. Просим Тебя, Господь, благослови всех братьев, чтобы они имели Слово Тебя, чтобы и в домах наших мы переживали и заботились о том, чтобы был всегда духовный хлеб. Просим Тебя, открывайся нам через Священное Писание, показывай нам наше состояние, чтобы мы могли преображаться в образ Твой и быть светом для этого мира. Просим Тебя, услышь молитву нашу и благослови. Ты видишь, наших братьев стерк, кто сейчас болеет, кто находится на удре болезни, в переживаниях. Просим Тебя, Господь, пошли Твое выздоровление, исцеление. Мы просим Тебя, присутствуй вместе с ними, чтобы они чувствовали Твое прикосновение и слышали голос Твой, чтобы имели это ободрение, имели уверенность и взирали на Тебя, нашего Господа. Просим Тебя, пребудь с нами и благослови нас. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим.